Итак, друзья, всем привет! Сегодня бы хотел обратить ваше внимание на дизайн самого первого планшета от Apple, сравнить как бы две эпохи. Самые первые планшеты от Apple, которые задавали тон во всем мире, и современный модный планшет от Xiaomi. Значит, это iPad 1 из 2010 года и, соответственно, Xiaomi iPad 5. Давайте смотреть по дизайну. Сравнивать. И первое отличие это то, что здесь у нас сзади алюминиевая, либо просто, ну да, алюминиевая. Значит, алюминиевый корпус сзади у пэда, да. Смотрите, как он классно выглядит и, на мой взгляд, просто iPad 1 выиграет во всем. Бросать в глаза то, что края рубленые. Смотрите, здесь у нас рубленые края. Мы все знаем, что у iPad 1, смотрите, тоже рубленые края. Поэтому дизайн очень даже актуален. Плюс, друзья, особенно здесь у нас выпуклость. Смотрите, как приятно. Я не знаю, как на камеру показать эту прекраснейшую выпуклость. Как приятно ее трогать, эта планшета. И здесь у нас просто все прямое. Идеально прямое. Модный стиль сейчас, кстати, это пластик. Здесь у нас не алюминий, а пластик новый. Модный такой вот переливающийся зеленый цвет сзади, да. И здесь у нас всегда модный, который будет и через тысячу лет просто алюминиевый со значком от Apple. Плюс вот такая выпуклость. Очень классно ощущается. Очень классно. Ну и трогается. Я не знаю еще, что сказать. Друзья, значит, теперь давайте смотреть на интерфейсы. Значит, сразу же первое, что бросается в глаза, смотрите, здесь всюду глянец, да. Такое ощущение, как бы я выбрал в Windows 7. Все переливается, блестит, прозрачность, эффект прозрачности, кнопочка, да, которой нет кнопочки пуска здесь. То есть, если честно, все это вызывает положительные эмоции, друзья. Вот видите, типа, насколько быстро переворачивается. Давайте посмотрим. Вот два планшета, сразу же переворачиваем их. И, смотрите, вот этот не перевернулся обратно, да. Ну, не знаю, такое ощущение, как будто 7, прошу прощения, iPad 1 еще и быстрее переворачивается. Только посмотрите на это, блин. Хотя нет, в какой-то момент. Ладно, друзья, просто мне не совсем удобно, поэтому как-то так. Сейчас попробую, чтобы было видно на камеру. Ну, и выключается iPad 1 быстрее. Друзья, то есть, смотрите, можно ругать iPad 1 за плохой производитель, но вы только что видели, какая анимация, игры. До сих пор есть вот Zuma Deluxe, насколько, смотрите, все просто перелистывается, быстро, просто клавиатура включается, быстро все печатается. И это на первом устройстве, с которым уже 12 лет в этом году. Здесь у нас тоже, конечно же, все неплохо. Здесь, например, 860 и производительность, конечно, огонь. И в играх он намного-намного круче. Но, если честно, друзья, если зайти в настройки, да, вот здесь вот, посмотрите, настройки тут, то, знаете, я вам скажу, что настройки почетче, попонятнее именно на iPad. Здесь у нас как будто бы прямо iPhone продолжается, а здесь у нас не совсем Xiaomi. Ну, короче, не совсем удобно, приятно, я об этом уже говорил, но скажу еще раз. Друзья, то есть, что я вам хочу сказать. Я, когда увидел iPad 1, я просто удивился, насколько его красиво, вот эти вот прозрачность, глянцевый экран, эффект прозрачности, видите, такой глянцевости на каждом ярлычке. Вот, и насколько это все до сих пор красиво выглядит на оригинальном, естественно, экране. Потому что, если будет китайский экран, то, конечно, качество будет ужасное. Я видел, поверьте, качество просто ужасное. Значит, в целом, смотрите, здесь еще старый вот такой вот широкий разъем. Здесь один динамик и нету камеры сзади. Здесь у нас камера сзади, и у нас сейчас принято, значит, камеру выпячивать, да, поэтому вот как котейка сейчас пытается выпячиваться тут на камеру. Также здесь сейчас выпячивается камера, несмотря на то, что нижняя камера – это просто муляж. Здесь у нас есть и вспышка, и камера, и здесь у нас вспышки и камеры нет. Зато есть такая классная ставочка для антенн из пластика. И, в целом, друзья, производительность, конечно же, 12-летнего первого iPad, она не крута. Но зато, друзья, ее вполне хватает, чтобы играть в Zoom Deluxe, значит, и вполне себе производительности хватает. Значит, очень классная игра, и мне лично нравится. Друзья, что дальше? Смотрите, когда выходим из игры, смотрите, насколько быстро анимация сворачивается. Ну, короче, друзья, эта реклама будет iPad 1, насколько он классный был, насколько, конечно, печально то, что сейчас App Store, в общем-то, здесь не работает YouTube. YouTube не работает, кстати, YouTube я не проверял, работает ли или нет, я забыл, но, по-моему, короче, все не работает. Да, YouTube слишком старый, и все слишком старый, причем он, видите, отказывается переворачивать. Вот, вот такой значок YouTube, и здесь он, если его откроем, напишет, что слишком старый. Да, не удалось подключиться, потому что слишком старый. Друзья, то есть, что хочется сказать, конечно же, на новом устройстве у нас 4 динамика, у нас есть специальный разъем для, значит, клавиатуры, гарнитуры и подзарядки. Здесь у нас ничего такого нету, есть лоток только сбоку для SIM-карты, по-моему. Но, друзья, зато есть, смотрите, вот эта вот классная кнопочка, выключатель не беспокоить, выключение звука, и качелька классная громкости, которая до сих пор работает хорошо. Не такая приятная качелька у Xiaomi PDA 5, она не такая крутая. Друзья, потом, смотрите, конечно же, рамки, да, несмотря по размерам, смотрите, iPad 1 шире и короче, да, здесь у нас и экран у него меньше. Здесь у нас, по-моему, 10 дюймов, да, против 11 дюймов здесь слева. Соответственно, зато он, возможно, ну-ка, у меня есть такое предположение, что он пошире, но нет, нет, он не шире. Друзья, не знаю, это, конечно, короткое сравнение, я просто рассказываю, делюсь с вами своим впечатлением, вот видите, говорю правду. И вам, честно скажу, вот что-то не так получается у Xiaomi PDA 5. Почему-то не хочется, значит, пользоваться, несмотря на то, что вроде бы как бы это мега-андроид-устройство получает такое универсальное, крутое, с большим экраном. Ну, как-то не хочется пользоваться всей, в частности, я задавался вопросом, почему так, а потом сам понял, что действительно я пользуюсь телефоном. Ну, кстати, давайте, а не планшетом, у него немного неудобный интерфейс. По толщине, кстати, тут тоже ничего особенного, если убрать вот эту выпухлость сзади планшета, то у них одинаковая еще и толщина будет. Так же, друзья, ладно, это, я думаю, в общем-то, сказал все, что хотел. Дизайн у iPad мне нравится больше, быстродействие для первого вообще, огонь и супер. Значит, дизайн, материалы круче, чем у современной Xiaomi. Несмотря на то, что у Xiaomi PDA 5, здесь у нас по контуру алюминиевая рама. Кстати, у Xiaomi PDA 5 есть еще и камера, значит, фронтальная, чего нет у iPad. Соответственно, вот она здесь. И в целом, друзья, конечно же, очень хороший этот планшет, его очень любят. Но, друзья, чего-то не хватает ему удобности интерфейса какого-то попроще, быстро, ну, не знаю, какой-то анимации занимающей. Знаете, это действительно планшет, какой-то плоский экран, его не бросается в глаза. Не хочется сказать, что типа, вау, вот это экран, у меня такое ощущение почему-то нет. Звук тоже. Четыре динамика, но не впечатляют. Здесь у нас, конечно, один динамик, он тоже не впечатляет. Значит, хотя первый iPad, действительно, это как вот смотришь на него, до сих пор он завораживает тебя как будто целым миром, каким-то вселенной, которой туда хочется просто погрузиться. Несмотря на то, что прошло уже 12 лет, и вроде как бы планшет должен быть круче и завораживать намного больше. Но этого не происходит, наоборот, как будто это какое-то пятно, и не обращаешь на него внимания, тогда как этот вот просто, какая-то вселенная, которой хочется интересоваться и погружаться, и смотреть, что же здесь. Какая-то магия Стива Джобса, да, первых, может быть, это просто у меня впечатление от самых первых знакомств. Но действительно, она и сохраняется и сейчас. Друзья, вот так вот, такое сравнение. А с вами был Костя и Котейка. Всем пока. Пип-пип. Пип-пип. Пип-пип-пип-пип. Всем пока. До свидания. Пип-пип. Продолжение следует... Пип-пип-пип. Продолжение следует...